Люди будут интересоваться и спрашивать, что же человек, который столько... Сколько вы в Германии и в Австрии жили суммарно? Сколько? 26 лет? С 97-го, что у нас там? 25. 25-26, да. Ну вот, то есть очень-очень много времени. Ну, знаете, есть такое, что я здесь не видела. Вот я видела здесь... Мы очень много путешествовали с моим мужем. Мы чуть не загремели в Филадельфию, да, в Америку. Мы там присматривали себе местечко. Очень часто мы были в Америке. То есть мы путешествовали очень много, мы присматривались. У меня были возможности и варианты после смерти мужа выбрать, что хочешь. И я и хотела, в общем-то, на какие-то острова. Так было все абсурдно здесь, да, что мне просто хотелось какую-то Шри-Ланку, я не знаю, или там на Бали, да, вот это было. И пока я искала Бали, Шри-Ланку и так далее, я нашла вот эти идеи ваших родовых поместьев. Ты же такие, хоп, а тут Краснодарский край. Зачем Бали? Нужно в Краснодарский край. Вот так это произошло, да? Ну, не хоп, а ночи, дни, локдаун, да. И нас это спасла, вот эта идея, потому что мы начали копать, искать дальше, да. То есть какая-то перспектива стала, что все-таки у нас будет новая жизнь, и ты посмотри, смотри, мы можем сами. Теперь университет Папин, Папина работа нас не держит, да, где-то в каких-то больших городах. Вот. Теперь да хоть куда, да хоть вообще, да хоть в Бутановом, да, да хоть в Монашке. Вот вдруг нам стало это ясно, и мы вот сидели, выискивали там себе альтернативы. Вот. Загремели сначала в Вену, потому что... Но только после того, как мы поняли, что мы хотим вот эту жизнь попробовать... Как же это? Аутарк, да? Это правильно? То есть совершенно независимую от системы, то есть выйти из системы полностью, да? Своя вода, своя земля, свои яблочки там. Каждая яблоня посвящена бабушке, дедушке, племяннику и так далее. То есть пустить корни. Понятно. И вы знаете, вот это вот... Простите, перебила. Вот эта вот идея, она меня как-то вот возбуждает, и мне кажется, я просто не захочу долго умирать, потому что у меня есть вот это представление, да? Вот это вот... Мотор заряжают, знаете, как-то... Помните, раньше, когда мы в Советском Союзе покупали арбузы, там такой треугольничек вырезали, вот такой он, прямо до сердцевины? Ну да, чтобы проверить. Да. Вот у меня почему-то такое есть представление. В этом земном шаре есть такой вот четырехугольничек, и который до сердцевины мой. Ну, вот это такой вопрос. Я еще... Я такой вопрос еще не задавал, и ни в коем случае не хочу, чтобы кто-то подумал, что я как-то негативно, с какими-то негативными намерениями его задаю. Вы не думаете, что вы слишком розово или радужно смотрите? Вот на переезд, на эту идею... Я понимаю, что вот наш разговор, я понял одно, что вас лишили свободы, пока вы жили в Германии, элементарной обычной свободы в Германии и Вене. Человеческой такой. И ваших детей тоже лишили вот определенного там детства, которое вы получили у себя в Казахстане. Но вопрос, вопрос. Не слишком вы радужно смотрите на эту идею переезда? Потому что все-таки ваши дети должны будут акклиматизаться. Они должны будут влиться. Так же, как и вы должны... Вы должны будете найти, чем заниматься. Вы же... Или вы планируете свою ферму создать как бы? Нет, у меня в планах... Я театральный педагог, и у меня очень конкретные планы. Все, что я делаю сейчас здесь, я накапливаю опыт и пишу работу. Да, вот мне нужно еще дипломную работу написать, и я закруглила все это. Работы у меня уже здесь достаточно, помимо вот этого обучения, этого института. Вот. Я очень мечтаю заниматься с детьми. Могу работать в театрах, в музеях и так далее. Ну, да. Вы знаете, розово может быть... Как вы думаете, вот за эти два года вот этой мечты, идеи, которые конкретизируются шаг за шагом? Вот сейчас я посажу деревья и так далее. Сколько я уже оправдывалась? Моя мама. Такой вот у меня мощный критик. И так далее. Я об этом думаю и мечтаю, и мне это придает сил. Может быть, конечно, вероятно. Но вы знаете, вот все-таки вот у нас вот... Кто мы там? Мигранты, репатрианты, я не знаю, кто мы. Ну, то есть вот люди вот с этим вот опытом, да, миграции, мы какие-то витальные, мне кажется. Я прошу прощения, но мне кажется, вот я когда наблюдаю и за вашими собеседниками, да, и за людьми. Кстати, вот в этом вот поселении, этом эко-поселении, да, там очень много людей именно вот таких возвращенцев. С Австралии. Господи, кого там? Там полгермания. Наверное, Анапа уже просто будет открывать немецкие школы. Вот. Потому что это основной контингент именно из Германии. Вот. И это, вот, мне кажется, вот эти вот люди с этим вот, да, и у нас же было здесь очень много возможностей путешествовать и посмотреть другой мир, да. То есть мы сохранили какую-то витальность. И мне кажется, все-таки... И меня заводит это. Меня это заводит. Ну что я здесь? Вы знаете, если я здесь... Я получаю каждый день почту. Я, подходя к почтовому ящику, у меня это... Давление поднимается. Я вам точно говорю. Типа штраф или не штраф, да? Ну, не обязательно штраф. Просто какой-то счет. Просто какое-то что-то. Потому что столько бумаг обрабатывать. Этим занимался мой муж. Боже мой, ему так благодарно. Я не подозревала, да, какую вот он несет ответственность за нас. А теперь это все свалилось на меня. И когда вам просто вот расчет, да, например, там, на вот эту пенсию для вдовы... Слово страшное по-русски. Пенсия для вдовы, если так не ощущаю, но ладно. Пенсия для вдовы. Приходят 12 страниц мелким шрифтом. Ну, понимаете, это издевательство. Вот. Ладно. Я могу только одно сказать с моей стороны. Когда я вернулся обратно вот сюда. То есть я... Моя жена смотрит и вытаскивает там все то, что нужно из почты. Потому что я знаю, что мне кроме там... Ну, за ЖКХ... Кроме этого мне ничего больше не придет. Мне за... Ну, за четыре вещи нужно заплатить. Это взнос на капремонт. Это... Ну, все то, что связано с электричеством. Вот. Это, ну, да. Гаражное место и кладовка. Все. Какая прелесть. Вот. А все остальное. Вот, например, телефон. Я даже... Я не парюсь. Почему я не парюсь? Потому что это 700 рублей. В месяц. Без лимит. Это без лимит. Мой интернет дома. Это те же самые там 650 или 700 рублей. Без лимит. Делаю, что хочу. Скорость невероятно быстрая. Все. Я... У меня в Канаде просто то же самое было. Я понимал, что... И дорого. Очень дорого. Даже если сравнивать зарплаты. Кто-то сейчас напишет, там зарплаты выше. Ну, хорошо. Если у нас интернет без лимита стоит 700 рублей плюс-минус. И это очень быстрый интернет. Возьмите такой же интернет без лимита. Он в Канаде сейчас будет стоить. Если тогда он стоил 80 долларов, то сейчас будет 100, 120, может быть, 150. Ну, вот. Да. Разница колоссальная. В зарплатах нет такой разницы. И это... Ну, это не без лимитка. У меня не без лимитка за 120. А, нет? За 120 евро не без лимитка? Я вот выхожу, и у меня как-то все что-то надо переключать, когда я сижу у врача. Ну, то есть, что-то такое. Может, я какая-то тупая, я не знаю. Но в России я не была тупая, да? Просто у меня все везде работало. А тут вот что-то надо как-то переключаться, внедряться, врубаться. Не знаю. Вот. Видно, что вы в театре работаете. Не важно. Это не важно. Но я вам говорю, это сократит мою жизнь надолго. Вы знаете, даже школа, да? Вот школа. Почему я должна в неделю по 10 писем из школы получать? Блин, я говорю, меня это демократия, она меня просто в гроб забонит. Я тебе ее от нее. Еще за детский садик, да. И опять, опять, дамы и господа, извините, опять нужно перезвонить Диане, потому что еще один раз скайп зависает. Ваши планы отошли куда-то в далекое будущее или вы все-таки... Нет, нет. Я теперь, конечно, не могу ничего платить. Допустим, вот если начинать строить этот дом, да? Было запланировано его начать в мае строить. Ну, там, конструкция, которую привозят и там, да, как-то потихоньку строят. Я потихоньку перевожу деньги поэтапно. Теперь это невозможно. Теперь планы другие. Ну, ничего. Мы вот как-то эти два года все вот так у нас планы. Мы так кусочками. Вот. Понятно. Нет, нет. Знаете, мой какой вот такой вот немножко может быть страх или... Я не знаю. Потому что я как бы одна женщина, да? И заниматься хозяйством вот таким вот... Все равно нужно скважину пробить. Да ладно, пробьем. Все... Понимаете, вот это вот все. Я вот думаю, как бы мне не хочется входить в эти мужские... Наворачивать в себе вот эту вот мужскую силушку богатырскую, да? Становиться таким мужланом. Вот это да. Но если я буду пропадать на своем участке, то никаких мужчин, они же ко мне там не будут приходить, да? То есть вот этот вопрос какой-то такой. А здесь в вене каблучки одел, прошелся эффект. Ну вот такой вот момент есть. Да. Думаю, это если я похороню, наверное, на этом участке. Ну, хорошо, значит, планы не поменялись. Нет. А еще вы идете к той мечте, о которой вы, ну, долго уже думаете. У меня вот такой в конце к вам вопрос. Вы готовы к зиме? У нас здесь? Да. Как? Что-то можете сказать про это? Потому что все-таки... Могу сказать. У меня потолки... Скоро октябрь. Да, потолки 3,80. Вот. Счет придет. Отапливаемся газом. Это, ну как, старая квартира. Как это сказать? Старая квартира. Ну, красивая вот эта вот. Венская старинная квартира. Старинная. Вот. И мы посмотрим. Ну, мы уже, знаете, что придумали? Мы придумали, что мы большой проводить в самую маленькую комнатку, которая вообще-то шкаф считается. Ну, что мы туда будем дышать, если что. И все будет хорошо. Интересные, интересные времена. Да, интересные. Потому что, знаете, сколько яйца стоит? Не био. Вот десяток яиц. Сегодня я. Дивилась. 5 евро. 5 евро, 5 на 6. Ну, да. 300 рублей. Это не био. А сколько био стоит? Ой, даже не смотрела. Я как-то так думала, я сейчас где-то все-таки словлю глазом 2.30, да? Не получилось. Я вот недавно буквально видел 70 рублей у нас тут. И 65, по-моему, рублей. Ну, конечно. 1 евро получается. Ну, да. Ну, вы смотрите. Знаете? Не знаю. По-моему, это Марк Твейн сказал, что ли. Вот меня это поддержало. Кто это? Марк Твейн. Кажется, он. Еще тогда он сказал, инвестируйте в землю. Это единственное, что никогда никто нигде не произведет. То есть, это больше не производят. И меня это поддерживало. Я вот... Буду начальником. Семейных корней. Ну, хорошо. Хорошо. Не буду больше таких провокационных вопросов спрашивать. Пожалуйста. В конце. В самом конце. Открытый микрофон. Свободное время. Вы что-то бы хотели еще добавить? Может быть, про того, как Германия или Австрия изменилась там в лучшую и не в лучшую сторону? Как вы смотрите на будущее, может быть, со всей этой ситуацией, то, что происходит? Как народ себя чувствует сейчас в Австрии в связи с этими антироссийскими санкциями? Или, может быть, что-то про малину, я не знаю. Открытый микрофон. Ой, открытый микрофон. Ребят, вот так как мы голые общались в бане, да, это нам заменяло и религию, мне кажется, и посещение психолога. Вот так как мы в России можем дружить, ну, может, на пространстве Советского Союза, я не знаю, скажем, в России, да, я все-таки туда собралась. Это какой-то сакральный, это что-то сакральное для нас. Я чувствую, когда я общаюсь с людьми, вот на таком распахнутом, да, вот, совершенно со всеми распахнутыми окнами, это свобода для меня. Это свобода. Взять и заплакать, и не говорить, ой, извините, я тут немножко эмоционально, извините, извините. Нет, пожалуйста, не надо, да, я эмоционально, да, я сейчас буду кричать на тебя, сейчас вот это будет страшно, да, а потом будет опять клёво. Вот, знаете, понимаете меня, нет? Да, да, да. Да, не обязательно вот эта вся экзальтация, но то, что мы вот после бани плакали и говорили, это тебе не психолог, ты сидишь против какого-то чужого дяди. Какой-то чужой дядя, по какому-то там канону тебя слушает или не слушает, ты не знаешь, да, ну, в общем, что-то такое. Знаете, вот это вот постоянная какая-то вот отрезанность, вот, а мне хочется вот этого вот. Настоящего? Проникновения. Да, да я люблю, я люблю и австрийцев, и немцев, с ними тоже можно как-то, но они такие, как бы, как сказать, вот чего мне еще не хватает, мы в России можем друг друга, здесь сижу с другом со своим, он что-то смешное анекдоты тратит, я могу ему, да, хохотать и по коленке хлопнуть, да не дай бог, я это пару раз делала. А что, что, что случалось? Это такой эротический сигнал, боже мой, вы не представляете, это так страшно, нельзя трогать чужих людей, нельзя. У меня ребенок во втором классе, она, ну, вот, начало второго класса была, она пришла домой, говорит, мам, вообще, говорит, давай, говорит, как-то надо вот отрезать голову, колесики приделать, пусть голова катается в школу. А они-то пусть гуляют, ну, как бы, понимаете, потому что вот тело здесь не нужно, даже вот в семейной, ну, как, не семейная жизнь, такое, как общая, да, вот. Семья собирается, посидели, сели на попу, поговорили, природа, погода, политика, там, болезни разошлись, а танцы, а вот, то есть, знаете, вот эта вот, вот эта вот бестелесность, она меня просто как-то убивает, мне кажется, ну, я не могу так жить, это убивает, вот, физически. Вот тело можно просто сдать в аренду, как бы, вот это вот пригождается, да, аппарат? Да, вы ищете свободу, вы ищете настоящее общение, реальные эмоции, я так понимаю, то, что и, да. И не моральный, я называю вот поведение многих людей здесь в отношении интимном, да, в отношении к согражданам, соседям, в отношении их к другим странам. Они больны моральным империализмом, очень многие здесь. Вот этот вот европоцентризм из них не вышел. Вот это вот колониальное какое-то мышление, оно есть, присутствует. Ну, вот, простите, но вот так. Я вам писала, да, когда... А что, 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 простите, зачем простите? Ну, потому что... Хорошо, хорошо, я выскажу себе. Там есть всякие разные люди, я у них прошу прощения, которые попали вот в этот котел. Ну, я могу высказаться насчет вот этого неокалинолизма. Короче, я даже высказать. Правильно, спасибо, я сейчас даже высказать это могу, потому что уже 10.30 вечера. За что извиняться? За то, что столько лет травили разные народы, стравливали их, чтобы они с друг другом воевали, и что в конце получилось. И потом еще, когда после того, что они натворили и к чему подтолкнули, они еще будут говорить, ребят, а что это вы нам газ больше не поставляете? А как это вы нарушаете наши контракты? Это что такое? Что это за отношения? Что это за хамское вот это отношение? Они просто не понимают, с кем они вообще, с кем они столкнулись. И почему-то нужно каждое определенное количество лет им нужно напоминать, что не надо это делать. Нет, они забывают, и вот рождаются опять, несколько поколений проходят, и вот опять они за свое. Это что за наглость? Это что за наглость указывать другим нациям, как Индии, как Китаю, как там Шри-Ланке и другим тоже, целой Африке? Указывать, могут ли они, по какой вообще цене они могут покупать российский нефть или российский газ? Это что вообще за такая наглость? Что за наглость постоянно указывать другим нациям, как они должны жить, или мы придем и вам просто расскажем, как нужно жить? Что это такое? И ведь это присутствует. Это продолжается очень много лет. Это до сих пор продолжается. И потом они в себе говорят, типа, а нас за что? Это что? Так что ни в коем случае можете не извиняться, особенно если вы разговариваете со мной. Потому что это очень многим уже надоело. Очень многим надоело. Вот это отношение. И это только на таком глобальном уровне, понимаете? Вот в это ковидное время мы поняли, что этажи поменялись. Я ощущала себя, я очень много работала бесплатно. Как бы это называется здесь эра нам. Ну, за честь работать бесплатно. И как бы неужели в хосписе можно работать человеку, который не образован на это, понимаете? Они не выделяют на это деньги. Работают вот люди, которые просто хотят со своим энтузиазмом поделиться. Для этого я была нормальная гражданка, прекрасная. Можно было меня с умирающими людьми. Я могла заниматься чем угодно. И вдруг настало время, когда, оказывается, я совершенно какая-то тупая и должна ждать приказа, когда мне скажут по телевизору, что делать со своими детьми. Маска не маска, выходить не выходить, выгуливать не выгуливать, понимаете? То есть это настолько поменяло этажи, вот, ну, как бы настолько стало близко к телу. Я мутировала к какой-то вот тетеньке, которая сидит и только реагирует на приказы. Для меня это невыносимо. Хорошо. Спасибо большое за время. Спасибо вам. Спасибо за интервью. Жаль, что интернет или спецслужбы Бундесвера не дали нам нормально поговорить. Хотя вы платите 120 евро за этот интернет. Ну, ничего, бывает, как бы, простимо. Диана, спасибо огромное, что вы, во-первых, мне написали. Спасибо огромное, что уделили время. Дамы и господа, кто посмотрел до конца, как всегда, пишите комментарии, ставьте пальцы вверх, пальцы вниз. Не факт, что я буду отвечать на все ваши комментарии. Я, конечно, их буду читать. Хейтеры, вам отдельный привет. Вы знаете, какое мое отношение к вам. Так что, может быть, увидимся в комментариях. Диана, еще раз огромное спасибо. До свидания.